Вы знаете, когда сносили памятники Ленину, Дзиджинскому в Москве, я была маленьким, в общем-то, еще человечком, и поскольку вся страна ликовала от того, что на смену коммунистическому устрою наконец пришла демократия, мне казалось в моем каком-то там пятилетнем возрасте вполне уместным сносить все эти памятники. И как-то раз я с папой приехала в ЦДХ, мы гуляли по парку вокруг ЦДХ, и там было, собственно говоря, кладбище из этих памятников. Какие-то были завалены, какие-то стояли, у кого-то были отломаны руки, носы, ноги. Вот как снесли их, так они, собственно говоря, в этом состоянии и оказались в этом парке. И я тогда сказала, что, знаешь, пап, мне кажется, это здорово, что вот как бы новому времени, новые лица, новые какие-то понятия, а все старое надо сносить. Он говорит, ты знаешь, нет, это неправильно, потому что все эти люди неотъемлемая часть нашей истории. Нравится нам это, не нравится, но они есть в истории России, СССР, и их нельзя выдергивать, потому что неважно, что они сделали, хорошее или плохо, в сегодняшнем моменте уже это не имеет действительного смысла и ценности, оценка того, что было ими сделано. Важно их наличие и то, как от того, что они были в нашей истории, изменился ход развития этой страны. Поэтому мне кажется, что убирать из истории какие-то факты или давать оценочную шкалу, что это событие было сделано там хорошо и правильно, для кого-то правильно, для кого-то нет. История, как мне кажется, тот предмет, который не имеет субъективной окраски. Он просто транслирует через поколение в поколение некую последовательность событий и то, что за ними произошло, после них произошло. Существует аналитическая литература, существуют те люди, которые занимаются профессиональной историей, анализируют ее, описывают ее, и уже когда из их уст звучит некая оценочная система, мне кажется, это адекватно. Но то, что проходят дети в школе, они должны знать, что была Бородинская битва, что был Сталинград, что была Первая мировая, что была Вторая мировая, что был Горбачев, был Ельцин. То есть какие-то просто факты, а уже оценочно, пускай если им станет интересно, они читают аналитику.